Нет ремонта, нет проезда. В Прикарпатии разъярённые селяне уже больше недели блокируют две трассы государственного значения. Из-за акции на магистралях ежедневно километровые заторы. Договориться с протестующими пытались чиновники, но люди уходить с дороги отказываются. Почему, выясняли наши корреспонденты. Дорога Яблонев-Делятин, 33 километра сплошного бездорожья, яма на яме. Проехать здесь практически невозможно. Дуже погано, крайне погано. Машина буквально месяц я перегнал с Евросоюзу. Всё, потребен ремонт. Ходовая частина полностью всё, потребен менять. Эта дорога проходит через десяток горных сёл и соединяет Косовские и Надворнинские районы. С требованием немедленно начать ремонт, несколько сотен селян перекрыли сразу две трассы в селе Стопчатовый посёлки Делятин. Нам обещали минулого року сделать ремонт. Мы ждали, но ничего с этого не вышло. И на сегодняшний день дорогу никто не ремонтует. Тысячи разъярённых водителей, пробки на десятки километров. Уже вторую неделю люди протестуют на магистралях. Дорожники просят прекратить акцию и обещают начать ремонтные работы уже в этом месяце. Эта дорога местного значения финансируется только из областного дорожного фонда. На сегодняшний час, в связи с обмеженной количеством денег, есть только 40 миллионов на всю дорогу. Но на такой вариант люди не согласны. Требуют от чиновников выделить всю сумму, почти 300 миллионов гривен. Приезжали дорогники, сказали, что дают этих 40 миллионов. 40 миллионов. Вы видели нашу дорогу. Что за 40 миллионов можно сделать по дороге? Ямковые ремонты не подходят. Каждый час проезд открывают на несколько минут. Водители, зная об акции, выбирают другие маршруты. А тех, кто не в курсе, на постах предупреждают патрульные. Протестующий настроенный стоять до победного. Дмитрий участвует в акции с первого дня. На одной ноге с костылями мужчина каждый день выходит на дорогу. Важно, важно. Но мы будем стоять до конца и не собираемся отступать. Мы простой народ. Нас просто отрезали. Сделали эту дорогу. Одну дорогу на Буковель, которую она нужна. Все. А эта дорога в эти 10 сел не отрезаны. Полностью не отрезаны. Они так, как бы их сейчас не существовало. Никто нас не видит. Но, похоже, чиновники идти на компромисс пока не собираются. Глава облгосадминистрации назвал акцию политическим заказом. А в полиции по факту блокирования дорог открыли в отношении селян уголовное производство. Сергей Ткачук, Жанна Дучак, Зиновый Автонас, телеканал Интер, Ивана Франковская область.